я всем рок-музыкантам абсолютно всем задаю вот один вопрос это такой маст возможно реанимация российского рока возможен ли такой ренессанс и возвращение интереса массового к руку который был вот ну там в конце 80-х допустим ты же помнишь рок-музыка это было основное все коллеги и всяких мотадоров и взглядов в общем-то не без участия рок-музыки сделали себе популярность и карьеру наоборот и наоборот вышли мы вытянули рок-музыку на экраны на большой экран реально выдать или ведь тогда это была горячая тема вы ее принесли на экран она пошла в люди да так что это было сеты нет ну секундочку цоя не было никогда по телевизору он был в программе взгляд у мукусева но уже тогда когда он уже был после айзеншпицы уже собирался поверьте мне я полная был 92 год нет на девяностором году уже не было никакого ни взгляда не дуаля цоя да так что нет нет это был восемьдесят девятый год так что восемьдесят девятая но это не группа автограф закончилась началась группа маленького нет но все-таки вот возможен такой что будет развиваться как-то у нас но развивается но вот станет вдруг музыка такая вот она станет вот доминировать снова на какой-то период уже не будет трудно сказать потому что зависит от вектора вот ельцин любил играть в теннис и это способствовал развитию тенниса и посмотреть где сейчас наши у нас сплошные русские имена везде в топах везде стоят раньше что ну и что путин ходил на к на концерт маккартни и что это каким-то образом ходил на концерт маккартни ходил он не только наклоны хаварсовского ходил концерт на любые концерты выходил он не увлекается рок-музыка увлекается дзюдо посмотрите наших борцы везде все берут этому как бы это стимулирует всегда когда у тебя как бы лидер чем-то интересуется и как бы ты становится популярным если я считаю что хорошо предыдущий президент медведев встречался с рок-музыкантами всячески декларировал что он любит там не ангела на группу периодов по полк не увлекается рок-музыка эфиром не увлекается и любит другое дело вот это все зависит от от вкуса владельцев и арт-директоров радиостанции на разве они не ориентируются на кадре это за социальный заказ кто приносит прибыль что приносит прибыль ну может капитализме находимся и главный процент процесс предназначен для у нас просто урок он более громоздкий чем поп-музыка в плане производства в плане вообще всего в плане слушания тоже не так вот надо приучать ухо вот я сейчас фантастическое удовольствие получаю от слушания классической музыки 20 лет назад и такого удовольствия не получал это надо тоже заниматься как и мышцу любую качать чтобы она работала не политкорректно но без злого умысла иронично но без сарказма пристрастно но по-честному правда 24 и евгений додолев с понедельника по четверг в 19.30 на телеканале москва 24